Доброе утро, Бокертов. Сегодня я объясню вам, почему слово КАМА в иврите «Сколько» пишется с буквой КАФ, а не с буквой КУФ. И если мы понимаем, почему именно КАФ, то нам не придется напрягаться, чтобы запоминать. Этот материал выходит при поддержке спонсора Елены С. Большое спасибо Елене за поддержку нашего проекта «Изучение иврита в интернете». Итак, слово КАМА по контексту может означать «Сколько» или «Несколько». Например, КАМА ЗЕ ОЛЕ – «Сколько» это стоит. КАМА ШКАЛИМ – «Несколько шекелей». То есть КАМА – это «Сколько» или «Несколько» по контексту. Само слово КАМА состоит из двух слов. КА – это однобуквенная часть речи. И КА означает «Как» примерно. Чаще мы услышим эту частицу, звучащую как К, а не как КА. И в описании к этому видео вы найдете материал, где я рассказываю, в каких случаях К, в каких случаях К. Сейчас я коротко скажу, что в устойчивых словосочетаниях, которые на слуху КА, а не в устойчивых словосочетаниях, во всех остальных случаях К. И здесь КАМА – мы рассматриваем это слово как устойчивое словосочетание КАМА – «Как», «Что» и «Сколько» у нас получилось. «Как», «Что», «Сколько» – дословно. Возможен вариант вопроса КЕМА. Мы тоже можем это услышать. «Как», «Что» – мы сказали, что К – это «Как» примерно. И КЕМА – мы просим сравнить. КЕМА – «Как», «Что» в сравнении. И также нам попадется слово КМО. КМО – это «Как», «Подобно». И что интересно, что слово КМО по моей версии – это КЕ. Мы сказали однобуквенная часть речи. И МО – это преобразовавшееся в МО слово МА. То есть вместо КЕМА получилось КЕМО, КМО и КМО – это «Как», «Подобно». Заодно мы тоже запомним, что слово КМО пишется с буквой КАВ. Теперь я хочу привести меры объема из древнего иврита. КАЗАИТ – это «Как маслина». То есть, допустим, в кулинарии нужно добавить какое-то количество соли, например. И какое количество соли? Кусочек соли. КАЗАИТ – это размером с маслину, как маслина. Или, например, КАБЙЦА – как яйцо. Размером с яйцо. КАЗАИТ – это «Как маслина», КАБЙЦА – это «Как яйцо». Естественно, что в современном языке в обычной речи мы редко услышим эти слова. Но заодно выучили древний иврит. Это тоже как бы интересно. В современном языке будут какие-то другие меры объема приводиться. И также слово «количество». Обращаем внимание, КАМУТ – количество. Нам понятно, что это слово происходит от слова КАМА. Если слово КАМА пишется с буквой КАВ, нам уже понятно, почему. То и слово КАМУТ – количество – тоже будет написано с буквой КАВ. Я очень надеюсь, что это было несложно, понятно, пригодится. В описании к этому видео материалы, которые я рекомендую посмотреть, если вам полезен был этот материал. И спасибо за внимание. С вами был Марк Литраут. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова